Десятки нелегальных мигрантов прорываются в Польшу из Белоруссии, а Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном создании кризисной ситуации. Есть ли спонсор у потока беженцев? Разбиралась наш корреспондент Ариадна Кугушева. Толпа мигрантов из стран Ближнего Востока, стекающиеся из Белоруссии к польской границе, растягивается на сотни метров. Временные лагеря разбиты в лесах, прямо под заграждением. За сутки военные могут отражать до 300 попыток беженцев штурмом прорваться на территорию Евросоюза. Мигранты перерезают колючую проволоку и закидывают пограничников бутылками. На некоторых видео с места происшествия слышатся крики и стрельба. Позор Польше. В 1942-м они пришли в Ирак. Мы пустили их в свою страну, а сейчас они применяют газ в отношении нас, в отношении детей, закрывая для нас границу. Белорусские пограничники бьют нас, пинают как мяч. Польские ловят, бьют и гонят обратно Беларусь. Все, кто тут есть, устали. Мы просто нуждаемся в большой помощи для людей, для детей. Вопреки нормам международного права, Польша намерена и дальше оттеснять людей от границы. В Евросоюзе уверены, поток беженцев организовали белорусские спецслужбы, намеренно препятствующие поставке гуманитарной помощи. По обвинению в пособничестве нелегальной миграции на территории Польши уже задержали российского гражданина. С моей точки зрения, это все абсолютно абсурдное и надуманное обвинение в адрес Беларуси. Беларусь действует абсолютно логично. Граждане, иностранные граждане из Ближнего Востока, из Афганистана прилетают на самолетах законным образом, высаживаются на территории Беларуси. И Беларусь не имеет оснований контролировать движение этих граждан по территории Беларуси. Хотят ли они идти к западной границе, хотят ли они идти к восточной границе, они свободные люди. Десятки транзитеров, которых людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки, ну еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит. Ситуация, которая возникла сегодня, она во многом и спровоцирована, и порождена самой политикой западных стран, которая целенаправленно, в течение долгих лет разрушала стабильную систему внутренней власти, порядка в регионе Ближнего Востока, в африканских регионах. Пытались навязать собственные ценности. И в результате, вот мы видим примеры арабских революций, различного рода гражданских войн в этом регионе, которые спровоцировали людей, мирно, спокойно живущих на протяжении десятков, сотен лет в этом регионе, на то, чтобы они сдвинулись со своих традиционных мест проживания и двинулись искать лучшей судьбы. Вот, а куда они идут? Они идут, естественно, в богатые страны, той же самой Европы. Но Европа уже теперь их видеть не хочет. Она хочет вмешиваться в жизнь этих стран, но ответственность нести и принимать этих людей она уже не хочет. Со ссылкой на источники в дипломатических кругах иностранные СМИ сообщают, что новые меры в отношении Белоруссии могут ввести с 15 ноября. Пакет санкций затронет ответственных за организацию миграционных потоков и виновных в нарушениях прав человека. В качестве правового основания Евросоюз планирует добавить новую категорию – торговля людьми. Ариадна Кугушева, Универньюз.